Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Dawnstar Together с модом Mega Random, и тут я уже, как видите, несколько дней потратил, но подготовился к битве. Надеюсь, подготовился достаточно, мне не так много хила, учитывая, что я не на профиль на дамажном персонажа, но, тем не менее, попытаемся что-то изобразить. Так, давайте тут вход поменьше сделаем, так, чтобы мне было легче его заделать. То есть я забегаю и вот сюда ставлю. Там что, акулята бегают на секунду, да? Окей. Так, окей, и пошла жара. Пошла жарища. Разфигашиваем ее. Если она начинает впадать в ярость, мы, конечно, юзаем флейту пана. Это как бы основополагающее. Единственное, я боюсь, что маловато будет аренка. Но да ничего, не проверим, не узнаем. Плюс у нас броня небесконечная, тоже важно, помните осознавать. И пробиваем мы не столь быстро, как хотелось бы. Вообще не столь быстро. Так, готовимся, если что, играть в музычку. Так, сейчас, если еще леща мне даст, то надо перекусить, окей? Да, это будет тяжкий бой. Это будет тяжкий. Котейка примчался. Бедолашка, ты же сдохнешь. Ты же сдохнешь. Так, ну тут нам ничего не остается, кроме как ждать. Кроме как хилиться. И ждать. Шлемы у меня есть в прозапас, но их не так много. Броня есть. Давай вон мраморную из нем. И главное не попасть под огонь. Если что, я буду в угол жаться просто. Если стемнеет, у нас есть лампа, которую мы можем поставить. Но тут в любом случае должно быть плюс-минус светло на самом-то деле. Потому что огонь вокруг. И все, в таком духе, да? Так, ладно, понеслась дальше жарища в прямом и переносном смысле. Надеюсь, меня в этом углу опять же не выщемят. Давай. Ну у меня с собой еще амулет. Если что, если у нас как бы фиаск приключится. И мы не сможем одолеть эту тварь. Так, мраморная броня, кстати, неплохо держит дома, как мы видим. Прям вообще неплохо, отлично. Так, котейка живи! Котейка живи! Блин. Киса. Я тебя не покормить ничего не смогу. Извиняй, братюня. Так, давайте-ка мы еще подхилимся. Это важно. Готовим, ну как бы, на готове держим флейту. Помним про это. У меня практически отъехало копье. Давай его, наверное, сразу заменим. И посмотрим, что из этого получится. У меня какой расчет? Расчет на то, что я где-то вот тут в углу забиваюсь, короче. И вот эти вот личинки нас тут не достают. Я надеюсь, по крайней мере. Они же тут стены не шатают. Блин, кот. Просто главное, чтобы нас тут огнем не как бы жгло. Основная тема, да? Ладно, продолжаем воевать. Так, вот и огонь. Просто если огня будет слишком много, будет плохо. Так, переходим немножечко в другую сторону. Шапки отлетают. Скоро шапки закончатся. Скоро закончатся шапки. А тут еще довольно прилично здоровья. Так, ну еды пока хватает. Шапок я объективно мало запас. Я сейчас ничего такого шапкообразного защитного сделать не могу. Поэтому стоим, ждем. Мраморная броня пока только практически одна отшелила. Вторая у нас до сих пор еще имеется в распоряжении. А, что вы с этого боку-то ползете? Ну, вроде бы этой арены хватает по размерам. И пока что эта тварь в ярость ни разу не впала. Это нас очень сильно выручает. Потому что могло быть и хуже. Такс. Дохните там где-то вдали. Котейка, я не знаю, распугай их как-то. Как-то распугай. Сколько там здоровья? Ну, чуть... Где-то к половине подходит. Почти половину выбили хитпоинтов. Единственное, мы сейчас будем немножечко быстрее терять хитпоинты. За счет того, что шапка... Так, главное не проворонить момент, где она будет в ярость впадать. Немножко перегрев. Вот это, кстати, фиаско, братан. Отходим. Да, шапки практически закончились. Вы давайте вот с этой стороны ползите. Я вот здесь стою, вы сюда как бы ползете. Давайте с вами вот так вот поиграемся. Флейту пана держим на готове. Если что, то будем, собственно, отбиваться. Где эта тварь? Я же велоу-велоу-велоу. Я же могу, типа, с жарой бороться. Да, мы половину хитпоинтов так точно снесли. И у нас уже вторая броня бормарная отваливается. Возможно, еще зеро кельвин вот этот вот сьют. Вот эта бронька нам чем-то поможет. Просто я пока не хочу на нее полагаться, потому что я не уверен, стоит ли это делать. Я уверен в том, что нам стоит как-то ждать вот эту тварь. Продолжаем войну. Так, последняя шапка пошла. Хватит ли нам сил? Должно хватить, по идеям. Даже без шапок. Блин, тут единственное сейчас перегрев какой-нибудь переключится. Так, давай, только в ярость не впадай. Успел. Было страшно. Так, мы уже полпути прошли. Шапки отваливаются. Ладно, осталось не так много. Я надеюсь, на шести варениках проживу. Как-нибудь. Так, нормально. Семь тысяч там. Раздамаживаем. Давай Зеро Кельвин вот этот сьют оденем. Возможно, ее можно было одну юзать. Она, смотрите-ка, неплохо держит дамаг. Продолжаем уничтожать. По идее, она сейчас в ярость-то не впадет. Уууу, жесть. Просто жесть. Так, вот это надо подобрать пока что. И давайте фокусить их на себя. По идее, еще один-два захода. Там еще, смотрите, эти акулята бегают. Это говорит нам о том, что мы еще, скорее всего, с акулой сможем склеснуться. Акула-то изи враг. Поэтому надо бы успевать. Давайте. Ой, епта, нифига себе, как ты меня достал. Э, подонок, слышь. Слышь, иди сюда, засал. Давайте мы вас всех с одного места как бы попытаемся. Вот, собрать. Отлично. И надо следить за тем, как бы, моментом, когда все эти личинки дохнут. В этот момент именно присутствует шанс того, что Драгон Флайф пойдет в ярость. И это для нас будет критично, если это произойдет. Так, иди сюда, засранка. Может быть, стоило, конечно, получше подготовиться. Но я и так времени угрохал, пока бегал туда-сюда. Поэтому такое. Так, давай. Подожрем. Подожрем. Смотрим за личинками. Личинки пока еще живы. Вот эти две личинки последние, насколько я понимаю. Давай немножечко с этой стороны перебазируемся. Так, еще одна личинка сдохла. И сейчас, может быть, она будет в ярость падать. Нет, не будет. Две тысячи, пойди. Последний заход остался. Так, снять им временем перегревчик опять. Котейка, какого... Котейка этот повидал определенно какого-то дерьма, да? Некоторого дерьма он повидал, я так понимаю. Ну, давай это копье выбросим. Ну, в задницу он. Копье-невидимка. Так, ну, сейчас съедим вареничек. Варенички самое, как бы, изи. У нас куча морковок было, 16 или сколько. Мясо вяленое я, получается, сбагрил птицей, обменял на яйца. Бегал еще там с пауками подрался. И как бы изи. Варенички делать изи. Там главное, чтобы был какой-нибудь овощ, что-нибудь в этом духе. Ну, и плюс яйца, птица, как бы. Так, и что вы дохнете? Где ваша, это, драгонфлай? Мать ваша, где? Так, тем временем контролим. Тут может в самый последний момент какое-нибудь дерьмецо приключиться. И это будет очень жестко для нас. Или не приключиться? Ну, не будем, как бы, надеяться на лучшее. Будем просто бить. Да ладно! Сейчас бы еще только сгорело бы тут все, да? Нормально. Давай подберем. Так, где-то что у нас? Это у нас личинку можно будет, да, вывести, окей. Тешучатая печка, сразу изучаем. Драгонфлай эскиз, это мы сможем сделать прикольную тему. Топазики выпали. Вот, да. Лаву личинку мы теперь можем вывести, это просто офигительно. Практически все удалось собрать, и это не очень даже и неплохо. Золота я брать не стал, золота у нас и так в достатке. Давайте попытаемся эту еще акулу увольнуть. Почему бы и нет, она довольно просто убивается. Единственное, нам надо ресурсы подсобрать. Мы просели по ресурсам так неплохо. И тут вроде бы я тебе кулята выбегаю. Там он бегает, слушай. Ну, я, наверное, утром с ними драться буду. Сейчас мы немножечко полутаемся, походим. Единственное, что вот в этой броне, наверное, с ней не особо-то и стоит драться. Там надо плюс-минус быстро бегать, поэтому мы просто в деревянной броне попытаемся с ней подраться. Личинку. Ну, лавовая личинка, с ней опасно, на самом деле, как бы, жить. Как бы, да? Потому что она может нас там что-нибудь поджечь, ее надо пеплом кормить и так далее. У меня еще тут вот котенок есть. Но мы, тем не менее, все равно займемся. Как бы разведением лавовых личинок. В смысле, вы вообще не спите, да? Ну, окей, ладно, в любом случае утро подождем. Ну, и давайте проверим. Я даже не знаю, она тут придет, не придет, если начну акулят бить. Может, они тут просто живут? Кстати, прикольно. А вот этот ресурсик нам нужен. Только, походу, никто не приходит. По крайней мере, я пока что не слышу. За место чего? Бита мне мясная так и не пригодилась. Просто не пригодилась. Я думал, придет акула защищать, потому что, ну, как бы, в шиприке она сразу приходит. А здесь ей что-то плевать. Может, надо сколько-то убить? Потому что я хочу, как бы, шкуры-то этой понадобить. Пока что что-то непонятно, да? Ну-ка, иди сюда. Что-то просто ходим и убиваем. Нас вообще даже никто за это не карает. Серьезно? А что тут вообще есть в этой стороне-то? Мы тут бегали в целом, мы вот здесь не были, да? Ну, давай еще немножечко акулят, наверное, поистребляем. Я, блин, думал, придет босс. Ну, что-то ее не видно. Сколько мне там вообще для зонтика-то надо, чтобы я знал? Ну, так. Окей. Ну, четыре шкурки, по-иди, должно хватить на что-нибудь. Здесь у нас слегонца неизведанная территория. Правда, на этой территории не особо-то много кого тусует. Вот пока что я вижу бифолок. Так, по веткам у нас все прекрасно. У вас в краснопопе нет. Вы тут плодитесь, я смотрю, да? Никто вам не мешает плодиться, потому что я-то тут не лажу. И, походу, больше тут ничего интересного, абсолютно. Блин, а я надеялся еще схлестнуться все-таки с кем-нибудь, да? Давай, вон, ягодок съедим. Хавать-то хочется. Мясо кому-то прибережем, потому что у меня холодильник там нафиг пустой. Все ушло на изготовление вот этого всякого, да? Всяких вареничков. Что тут еще у нас? Да, ничего, побежали тогда в сторону базы. Тут пока что уже дело продвигается, да? Мы продвигаемся к дому. Надо немножечко травы собрать. Я сейчас через червоточину уже, по сути, попаду куда нам нужно. Но травы у нас мало. Поэтому хотя бы чуть-чуть просто запасти было бы совсем-совсем не лишним. Значит, пару вареников. Нифига себе. В принципе, вот этой брони хватило бы. Она, конечно, читерная абсолютно. Она довольно мега прочная. Она, по-моему, как мраморная по прочности или, может быть, около того. Короче, что-то как-то чересчур рыбово вышло. Но да ладно. Посмотрим, что у нас здесь получается. Во-первых, вот это мы дело сюда запихнем. Теперь мы можем сделать вот такую вот статую. Но для этого надо потратить чешую, которую я не хочу тратить, безусловно. Жди. А вот на зонтик из этих вот шкурок, что там нужно? Ммм, его хватает. Окей. Только нужно ли мне его делать, это непонятно. Потому что у меня есть глаз-зонтик, да? Мы уже цикло по глазу натянули, как бы им нам что переживать-то. Давай посмотрим, что у нас там в холодильнике. Ну да, такое себе. Давай, мы тебя, братюня, покормим. Это пока что закинем. Дальше, что у нас тут еще есть? Мясцо закинем. И теперь надо все отсортировать, безусловно. Ну-ка, единственное, где у нас печка теперь? Жди, огонь. Конструкции. Блин, сейчас темнеет. Сейчас темнеет. Давай вот так сделаем. Мы можем сделать себе чешуточный сундук, но он нафиг не нужен. И правильный вариант это сделать чешуточную печку. Для этого надо 10 угля. У нас, кстати, где-то запас угля был. Причем 10 угля, я так понимаю, для нас вообще изи. У нас тут лес рядом просто-таки выгорел. Сейчас бы еще найти. Ага, вот. 10 угля, вообще изи. Просто изи. Да, давай чешу. Так, мне с рассудками все хорошо. Я тебя понял. Я тебя понял. Давай с рукой разберем. Две руки. А, дабл келл, блин. Лезете. Надо поспать. Ладно, тогда в палаточку. Кстати, у меня еще свиные шкурки эти отъехали. Нам не с чего сделать шапку. Но да ладно, пока что мы это можем пережить. Шляпусник нам нафиг не нужен. О, нормально. Вот в чем мы будем бегать, да? Нормально же, да? По-моему, неплохо выглядит. Так. И теперь мы можем сюда поставить где-то там конструкцию. Вот тебя. Вот как-то так. Чешучатая печка. Она всегда горит. В ней можно всегда что-нибудь поджарить, если что, вдруг, да? Это отлично. Что у нас здесь, кстати? Надо бы что-то приготовить. Это сейчас вареники выйдут. Не, спасибо. Мне бы просто тефтелей пожрать. И там сплошь морковка и баклажан выросло. Отлично. Могло быть и хуже, конечно. Что еще нам может понадобиться? Так, ладно. Пока доски просто скинем. Они нам без надобности прямо в данный момент. И подкушаем. Ну и так как с паутиной проблем-то вовсе нет, надо бы обновить нашу палатку. Кстати, скинов на палатку пока не придумали, но типа не завезли. Я думаю, в ближайшем будущем появится. Хотелось бы увидеть какие-то скинчики на палатку, в частности. Было бы прикольно, я думаю. Давай вот сюда вот нашу палатку расположим, да? И уже как-то, смотрите, база вырисовывается. Единственное, что весь камень перевел, который был практически у меня на арену. И нам надо теперь тут еще с этого края все это дело достраивать. Но, по крайней мере, тут уже как-то все это попригляднее выглядит. Плюс мы уже можем мраморные кусты эти подобывать некоторые. Ну-ка, давай-ка добудем. Посмотрим, что у нас там получится. Что у нас тут имеется. То есть там может выпасть либо боб, либо еще что-нибудь. И мы, наверное, вокруг просто будем в одну линию сосадить. Для пущей красоты. Кто-то в комментариях тоже подсказывал, мол, будет неплохо. И я думаю, действительно будет неплохо. Смотрите-ка, пару бобов выпало действительно. Ну-ка, что у нас отсюда выпадет? Ага, мрамор. Ну и что мы можем сделать? Сделать еще мраморных бобов. Нам пока что мраморная броня не особо-то нужна. Будем продолжать разводить мрамор. Просто вот так вот потихонечку его высаживая вдоль нашей базы. И это должно быть достаточно красивым решением, я надеюсь, по крайней мере. Плюс неплохо было бы урожай собрать. И, кстати, была бы, наверное, неплохой мыслью установка деревянных ворот. Правда, у меня сейчас трава отъедет. Ну ладно, траву мы потом насобираем. Давай сделаем. У нас же здесь есть деревянные воротца. И посмотрим. Это вообще, как бы, реально. Хотя они что-то маловаты будут. То есть это мне надо еще сузить этот проход. То есть, ну давай вот так вот бахнем. Почти что. Че-то... Че-то... Че-то как-то не очень. Типа... Ну они какие-то маленькие. Ну серьезно. Че это вообще? Че это вообще? Давай нафиг раздолбим. Так, все, там лампочка сдохла. Так, по крайней мере... О, все наши ресурсы обратно выпали. Шикардос. Давайте еще вот эти вот остатки мяса пустим на сушку. У нас что, осень по-хорошему-то концу подходит. И скоро зима нагрянет. Значит, надо проверить, как у нас там с шапками и всем прочим. И готовиться уже к зимним путешествиям и приключениям. Но займемся мы этим уже позже. А сегодня мы уничтожили Драгонфлай. И это было довольно-таки круто. Так, ну-ка где-то... Давай. Победный танец спляшем. На этом же, в общем, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok